Ну что же, дамы и господа, леди и джентльмены, наконец-то я вас приветствую и вот вовсе точно и наверняка, когда я получил свою посылку с элементами, долгожданную посылку с элементами, потому что в казину-то я все закинул еще в прошлом году, но получил все, что заказал только лишь вчера. И уже сегодня, мои дорогие, мы будем появлять своими руками мой новый микрофон Константина. Почему Константина, спросите вы? Все правильно, потому что меня зовут Костя и добро пожаловать на канал. Мы будем паять микрофон для моих стримов, поэтому ссылку на мой стрим-канал вы найдете в описании, зайдя на него можно оценить качество звука микрофон динамический, кардиоиден для того, чтобы меньше вылавливать посторонний шум и лучше мой голос во время записи или прямого эфира. Также хочу отметить, что записанный сейчас звук уже идет не с него, а все еще с моего старого электретного микрофона. Еще такие микрофоны принято называть конденсаторными, но я считаю, что это неправильно, так как в моем апгрейдженном BM800 китайском стоял 16-мм капсуль. И я этот микрофон паял сам, заменив старый на 25-мм капсуль. Но от этого он конденсаторным не стал, так как по-настоящему конденсаторный микрофон имеет на борту капсуль от 34-х миллиметров. Поэтому, да-да, не удивляйтесь, многие из вас также считают, что у них конденсаторный микрофон типа Bellinger C1, ну потому что так написано на упаковке. Но по факту в нем стоит обычный электрет 16-мм, электретный микрофон, микрофон с принципом действия, сходный с микрофоном конденсаторного типа. Но сейчас не об этом, звук на стриме, как я уже сказал, лучше вести, имея динамический микрофон, особенно если у вас механическая клавиатура. Поэтому капсуль у нас будет также динамический от SM58, а схема предусилителя от Cloudlifter SL1, нашумевшего Cloudlifter SL1 хочу отметить. И если бы мы пошли в магазин, то микрофон Shure SM58 нам обошелся бы примерно в 14 тысяч рублей, а активатор Cloudlifter SL1 примерно в 15-18 тысяч. Итого нам пришлось бы раскошелиться примерно на 30 плюс тысяч рублей. А микрофон, который буду сейчас паять я, который по качеству звука будет не хуже, нам обойдется без корпуса всего в 300 рублей. 200 рублей капсуль и 100 рублей схема от Cloudlifter. Поэтому дело, что нужно работать своими руками, и никто нигде вам не продаст за 300 рублей уже готовый такой микрофон. Корпус от коройки микрофона, а именно AKG D55S у меня уже имелся, поэтому в общую стоимость его включать я не буду. Вы если собираетесь собирать такой же микрофон, то можете взять любой другой от любой модели. Важно, чтобы он был металлический, так как схема SL1 требует доземления об него. Ну что же, приступаем к работе. Поехали! Паяльник в руку! Паяльник в руку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА